Продолжение следует... Какие задачи ставит перед собой ваша партия? Добиться передачи земли от партийных органов, их исполнителей, председателей колхозов, директоров совхозов местным властям, то есть советскому, советской власти. И через советские власти эти земли передать на вечное пользование с правом наследования нашим дехканам. Иначе наша земля, она обнищала, она потеряла за 60 лет интенсивного использования свое плодородие в 3 раза. В настоящее время она заражена эдохомикатами, и мы по существу такой некогда плодороднейшей земли собираем очень низкие урожаи сельскохозяйственной культуры, которые по существу не обеспечивают потребности нашей республики и союза. Ага, скажите, а почему правительство Узбекистана не хочет передавать земли крестьянам? Если будет передано крестьянам нашим дехканам земли, тогда вот существующего административного персонала нет надобности, потому что на каждой двух работающего деханина, то есть рабочего наемного, один имеется административный персонал. Они боятся потерять свои зарплаты, свою такой, понимаете, жизнечественную жизнь, и то, что к ним в карманы текут. Вот скажите, как Вы относитесь к их тезису, что у нас якобы не хватит земли всем дехканам? Неправильно, неправильно. У нас всем дехканам хватит земли. У нас земли более чем достаточно. Очень много у нас скрытых площадей, земли, они достигают порой 20-30% на китайском хозяйстве. А скажите, пожалуйста, современный уклад жизни социалистический, он не напоминает ли старый феодальный? Может быть, это одна из причин, почему они не хотят отдать землю? То есть колхозы и совхозы – это байские поместья, где председатели и директора совхоза являются баями. Да, у нас по существу с феодализмом и существующей структурой такой большой разницы нет. Если бай там в какой-то степени оберегал своих дехкан, кормил их, давал им, понимаете, какой-то возможности, чтобы жениться и навести себя в свое хозяйство, по существу этот бай в лице нынешнего председателя колхоза или директора совхоза, этими делами по существу они не занимаются, они не берут здоровье. У нас более 70% нашей женщины, живущих в сельских местностях, они болеют малокровием, у них просто страшное трагическое положение. У нас более 10 миллионов наших жителей, в основном сельские местности, живут за чертой бедности. Они в год потребляют очень мало мяса, где-то 6-8 килограмм. У них совсем бедственное положение. Мы в первую очередь землю хотим отобрать демократическим путем от парторганов, их исполнителей, председателям колхозов, директорам совхоза, эти земли передать в первую очередь советам, настоящим хозяинам, законным хозяевам нашей земли. После этого советы должны по векселю советской власти отдать землю нашим деканам, чтобы они эту землю восстановили. В первую очередь, чтобы они восстановили ее плодородие, чтобы они очистили от медохамикатов, чтобы эта земля оставалась им по наследству, чтобы эту землю при его восстановлении плодородия, чтобы они имели право продать любому. Мы хотим, чтобы в нашей республике была такая демократическая, свободная республика, процветающая, чтобы деканы, они имели свободно работать и свободно производить свои продукции, свободно назначать на них цены и свободно продавать где угодно. Как во всем мире деканы свободны, они владельцами являются своей продукции, они сами продают, сами покупают, сами развивают свое хозяйство. Скажите, а вы не регистрированы? К сожалению, нет еще. Но вас зарегистрируют? Ну, я полагаю, что принятый только что закон о политических партиях, общественных организациях, ну, видимо, будут регистрировать. У нас, понимаете, наша партия не ведет никакую работу против советской власти, против государства. Наша партия ведет работу в рамках советских законов. Я полагаю, что наши должны регистрировать у нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!